Всем привет! Большое спасибо, что открыли это видео и надеюсь вы заметили мои новые волосы. Как вам такие волосы? Я безумно хотела как-то укоротить волосы. Мне очень нравится, я люблю что-то обновлять всегда в волосах, потому что как-то скучно жить с одной длиной волос. Тем более они у меня были вот где-то досюда. И мне казалось, что они очень длинные и прям вот уже начинали меня раздражать. Они у меня еще вьются, поэтому выглядят как будто я их как-то специально накручивала, укладывала. Это видео будет такое трансформационное. Я хочу прям полностью изменить нашу комнату. Сейчас вы уже можете видеть, что немножко поменялась локация кровати. В этой стороне у нас будет кое-что новенькое. И сегодня мы отправляемся в Икею как раз-таки для того, чтобы купить все, что я запланировала. Это всякие шкафчики и туалетный столик. И у меня был туалетный столик. Если упаковка не будет слишком большая и нам повезет, то мы его привезем сегодня же и начнем уже что-то строить. Надеюсь, что сегодня я уже смогу что-то разложить и показать вам. Если нет, то... Что там упало? Вот так выглядит комната пока что после. Здесь я вам показывала стояла трюмо убитая и всякие шкафчики. А вот здесь была наша кровать и тумбочки. Вот это вот место как раз идеально для туалетного столика. Мне кажется, так даже намного уютнее. На мне сейчас супер уютный образ. Это свитер из AIM Claw. Пальма, как обычно, мне мешает снимать все. Джинсы из Zara. Мне кажется, они немножко большие на меня, поэтому здесь собираются в гармошку. Но они все равно мои любимые. Самые простые и удобные. Я прям чувствую себя как новый человек с этими волосами. Кстати, за это мне уже стыдно даже, потому что эта пальма умерла, я не знаю, сколько месяцев назад. Я все никак не придумываю, что купить, что посадить. Как вы можете заметить, эта пальма огромная, занимает полкомнаты. Я думаю, что сюда, наверное, подойдет какой-то небольшой цветок. И, возможно, я поставлю его в какое-то другое место. Если вы хотите больше общаться и контактировать, то, конечно же, я вас приглашаю на мой инстаграм. Буду вас там ждать. В связи с тем, что мы убрали все с комнаты, посмотрите, какой хаос творится в моей рабочей комнате. В зале все выглядит еще хуже. Вот эти шкафы, мы будем от них избавляться. И вот здесь у нас вообще отпало зеркало, поэтому, как вы понимаете, такое у нас дома точно не останется. Причина, почему мы еще не вышли и не поехали в Викили. Быстреееей. А что ты меня снимаешь? Не знаю. Вкусно? Мы пришли в Макдональдс, потому что у меня нет QR-кода, и пришлось есть тут. Думали, что будем есть в Икее, но едим тут. Здесь очень шумно и вообще весело. Но зато вкусно. Я еще свой гамбургер не открыла. Сейчас 20 минут, наверное, мы нашли одну из вещей, которые надо купить. Вот такой туалетный столик. Сюда я сложу все для макияжа. Вообще полно места. Здесь все для волос. Мне кажется, он будет стоять у нас в комнате. По размеру вообще хороший. И здесь будет какое-то зеркало. Здесь есть вот такая табуретка. Мне кажется, она, во-первых, и по стилю очень красиво смотрится. И подойдет сюда как раз не высокая, не низкая. Или вот такой вот стул, я думаю. Есть еще вот такой вариант стола. Только здесь есть только вот такое вот место, чтобы все сложить. Или побросать. Вот и нашла третий девчачий такой прям вариант. Но здесь очень мало места, мне кажется, чтобы все сложить. И он выглядит как-то слишком по-детски, что ли. И наконец-то мы нашли вот этот шкаф, который я выбрала. Очень классный, очень вместительный прямо. Смотрится очень минималистично и стильно. А сверху, ого, он такой высокий. Я прям не ожидала, что он будет такой высокий. Сверху будут какие-то свечи, украшения. Я нашла плечики. Я думаю, что я их возьму. Во-первых, потому что они деревянные, смотрятся очень красиво. Или белые. Я думаю, может быть, деревянные. Смотрится все-таки намного красивее. Здесь горячие, а мне надо возьмем. А, тут три штучки. Малдитовая мисочка для салата. Или чтобы что-нибудь готовить. Берем. Вот эти красивые. Я даже прям лицо снимаю. Короче, мне вот эти нравятся. По-любому. Посмотри, этот цвет. В общем, берем, наверное, такие. Или может быть черные еще взять. Нет, черные некрасивые, они серые. Короче, берем такие торец. Вот такую коробку я хочу взять в гардеробную. Сюда можно сложить трусы, носки. Вот такой фирмы Scoop. Мне кажется, две такие штуки будут очень классные. Есть еще вот такой контейнер. Я не знаю, как это назвать. Контейнер, коробка. В общем, сюда можно сложить, например, всю обувь, которая не нужна. Там зимняя или летняя. Закрыть. И под кровать. Мне кажется, нам такая точно понадобится. У нас есть куча обуви, которую можно спрятать. Идеальная вещица. Я еще думала сначала взять вот такой светильник. Мне кажется, он вообще такой дешевенький. Потом я видела вот это. Мне кажется, это прям идеально. Еще и золотистый такой. Вообще классно. В таком каком-то ретро-сстиле. А есть еще вот такой. Унажение он вообще не нравится. Прям целый фонарик такой. Мой туалетный столик. Погружаем. Она же вроде не тяжелая. Не тяжелая, да? Шкафчик берем. Я думаю, что там влезет машина. Как он будет в машину грузиться? Знаю. Мы уже прибыли домой. Еле притащили это вдвоем. Оно было очень тяжелое. Вот такой вот сейчас хаос у нас в зале. И вот здесь. И сейчас я хочу распаковать вот этот светильник. Все остальное я буду, наверное, завтра этим заниматься. Посмотреть, как красивенько он будет выглядеть. Почему такой синий свет? Я боюсь что-то сломать. Можешь мне обрисеться кофе? Что означает этот знак? Та-дам! Вот такая прелесть. Как уютно смотрится. Особенно мне нравится вот этот шарик. Он такой тяжеленький. Прям сделан из какого-то металла. Прям чувствую себя как в каком-то, не знаю, старинном отеле. Очень нравится. Прям так тепло и уютно. Хотела вам показать как-то более подробно, что я приобрела. Я купила вот такой вот стеклянно-прозрачный обычный стакан. Но не для того, чтобы пить из него воду или чай, а для того, чтобы поставить сюда как-то красиво кисточки на туалетный столик. Я прям представляю, как это будет выглядеть. Очень классно, мне кажется. Мне он понравился. И достаточно широкий. Мне кажется, сюда поместятся как раз все кисточки. О боже мой, это любовь с первого взгляда. Мне кажется, я никогда не видела посуду такого цвета. Здесь такой комплект из четырех тарелок. Посмотрите, это просто произведение искусства. Она чем-то покрыта таким интересным. Надеюсь, близко вы сможете заметить. На ней есть какое-то необычное покрытие такое. Она немного переливается. Низ тут как бы не очень выглядит. Прикольненько. Ну да ладно. Все-таки тарелочки. И также купила вот такие вот плоские тарелочки. Мне сначала показалось, что они очень маленькие. Я уже одну протестировала. Было очень вкусно с нее есть. Мне кажется, вкус еды зависит от того, насколько красиво выглядит посуда. Подставки под горячее. И мне показалось, что именно такие. Они прослужат больше всего времени. Потому что здесь, я не знаю, нечем трескаться, ломаться. Это вроде называется пробковая подставка. Это вещи, которые я мечтала, наверное, много лет. Но всегда жалела денег. Никогда не жалейте денег на то, что вам очень сильно нравится. Потому что так рано или поздно вы все равно это приобретете. Когда душа чего-то хочет, вы должны ей это предоставить. Моя душа очень хотела эту бамбуковую мисочку. Эта миска многофункциональная. Потому что я здесь планирую готовить и салаты, и оладушки. Всякие смеси для, не знаю, пирогов, тортов. Мне нравится, что она такая обработанная. Нигде ничего не царапается. Все такое золокирированное. Это был гром. На улице сейчас супер уютная погода, о которой я мечтала уже, наверное, 3 месяца. Минфекционистам будет больно на это смотреть. Сзади меня вы уже можете заметить прекраснейший светильничек. Я вам вчера его показала. И вот такие вот коробочки для того, чтобы складывать вещи в гардеробе. Вот такие две я сейчас прям буду строить вместе с вами. Блин, как же все круто выглядит. Посмотрите. Эта коробка уже почти готова. Нужно просто ее закрыть. И вот здесь вот закрепить. Очень все так просто и удобно. Все. Вот и, пожалуйста, коробочка готова. Всем привет. Сегодня уже суббота. Я до сих пор одета, как будто продолжается пятница. Сегодня, наконец-таки, появилось время построить шкафчик. Сейчас я буду, попытаюсь построить его сама. Если не получится, то позову на помощь Женю. Но я думаю, что я справлюсь. Итак, спустя 4 часа, вчера до ночи где-то я 3 часа его строила. И сегодня утром еще час достроила. И я его построила сама. Представляете? Сама построила вот этот не то что огромный, но довольно крупный такой шкаф. У этого шкафа прям появляется какая-то ценность, потому что все сделано моими руками. Вот эта штучка немного шатается, потому что я уже своими силами не смогла закрутить это так плотно. Нужно его еще протереть. Он весь замацан, весь в пыли, потому что на полу лежало все. Вот такой вот шкаф на метр двадцать три получился. Не слишком высокий. Вообще, я думала, что он намного меньше выглядит, но он довольно-таки крупный. Здесь вот так вот ездят дверцы на колесиках. Мне очень нравится так, и оно очень тихо закрывается. Единственное, что, может быть, здесь как-то я не идеально просчитала. Здесь получается немного косая дверца, но это ничего страшного. В общем, есть много вариантов, куда его поставить. Сверху, я думаю, красивенько разложу какие-то там свечи, украшения. Вот такой вот шкафчик вам придется строить примерно четыре часа. Если вы в доме одна и собрались вот такой вот шкаф покупать, то не переживайте, потому что вы сможете его самостоятельно собрать. Если я не такая накачанная и сильная женщина, я смогла его собрать, то его сможете. Я разобрала все, что мне нужно будет вот сюда поместить. Как вы видите, все это смотрится не круто. Все, что мне нужно будет сюда сложить, я разделила по категориям. У меня здесь будет где-то семь коробок, и это все будет красивенько, организованно смотреться, потому что если так, то выглядит как какой-то бардак. Вот такой финальный результат. Сегодня я как раз вернулась в магазин и накупила вот такие вот коробочки. Мне очень понравился особенно вот этот оттенок, какой-то синий-серый, серо-синий. Мне кажется, сейчас все выглядит намного организованнее, и не валяется куча всего. Все закрыто в коробочках. Для полочки с документами и с картинами я пока что еще не нашла подходящие коробочки. Но пока что, мне кажется, уже все выглядит намного лучше, чем было. Вот такие вот коробочки с крышками. Все закрыто, ничего не видно. Очень радует глаз. Особенно такой минималистичный стиль. Я выбрала несколько таких светлых, несколько вот такого оттенка для того, чтобы как-то, не знаю, поиграться. И мне кажется, у меня суперски получилось. Сверху у меня, естественно, мой уютный уголок. Без него вообще никак. Может быть, я здесь еще что-нибудь изменю. Но пока что смотрится уютненько. И когда будет уже зима, то здесь у меня будет стоять такая маленькая елочка. Пришлось вот эту полочку опустить на один гвоздик ниже. Эти большие коробки сюда не влезали. Всем привет! Сегодня очередной строительный день. Наверное, это длится уже две недели. Но, к сожалению, в прошлый раз, когда мы были в Икеа, мы привезли часть моего туалетного столика. А вторую часть просто не взяли. Я не знаю, я как-то увлеклась съемкой. Женя увлекся тем, что нужно это как-нибудь тащить. Мы не заметили, что на коробке написано 1 плюс 2 равно столик. То есть нужно взять две части. А мы взяли всего лишь одну часть. Ну что ж, познакомьтесь со столиком моей мечты. Построен моими руками. И он стоит в этом углу, потому что больше ему места нигде нет. Сверху здесь есть такая стеклянная прям пластина, которая прикреплена двумя такими крючками непонятными. Но она очень хорошо держится и не совается. И это очень хорошо, что есть такое покрытие, потому что сразу стол выглядит как-то подороже, более эстетично. И первый ящик вот такой вот глубокий. Сюда можно поставить, например, всякие преднадлежности для волос, там фен, всякие крема, масла, в общем, что угодно. Места здесь полно, потому что он очень глубокий. И второй ящик, это прям мечта любой девушки, девочки, женщины. Здесь можно разложить свою косметику, бижутерию и все, что вы пожелаете. Еще мне очень нравится такая серая подкладка. И что самое классное, это то, что он закрывается... Дубль два. Он закрывается вот так вот, сам заезжает. Я не думала, что в таком недорогом столике будет вот такая вот опция, чтобы ящик сам задвигался аккуратненько и ничего не стучало. Суперски смотрится и он не занимает много места, всего лишь вот такой вот небольшой уголочек. Думаете, я бы оставила рамки в зеркале, как у всех, белого цвета? Конечно же, нет. Мне кажется, так выглядит намного интереснее. Вот такой вот цвет. Блин, какой он потрясающий. Намного лучше, чем просто белое зеркало. Так что я тружусь вдвойне над зеркалом, потому что пришлось перекрыть сначала темное дерево белым. А теперь можно сверху уже красить любым цветом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как вам трансформация столика? Мне кажется, что здесь лежит все самое необходимое. Насчет вот этих лаков в клеточке, я еще не уверена, будут ли они здесь стоять. Мне просто их никуда пока поставить. Здесь у меня еще состоит свеча из H&M. И вот такой котик, который мне привез папа из Египта. Я его использую как вот такую вот вешалку для различных украшений. В том числе моих часов, которые я каждый день использую. Мне кажется, очень удобная вещь, хотя она не сделана даже для бижутерии. Здесь у меня вот такой вот подносик, подставка. Я купила специально, чтобы красивенько как-то разложить все наши духи. Женины духи здесь тоже стоят. Здесь стоят все духи, которые у меня есть. В основном сейчас я использую вот эти вот духи. И здесь у меня собраны единственные мои любимые помады, которые я использую. У меня их нету 100 штук. Только те, которые я люблю больше всего. И вот такие кисточки. Вот этот, кстати, стаканчик я его покупала в Икеа. Он мне очень понравился. Я сразу решила, что в нем будут точно стоять мои кисточки. Здесь у меня стоят всякие мелкие кисточки. А вот здесь уже покрупнее. В таком прям широком стакане. И здесь у меня зеркало, которое я использую всегда, чтобы посмотреть, как выглядит моя прическа сзади. И давайте перейдем к любимому шкафчику номер один. Та-дам! И здесь у меня сложена красивенькая вся моя косметика. У меня ее вообще немного. Только то, что мне нужно. Здесь у меня палетки для глаз и всякие пудры с румянами. Тут у меня различные тоны для лица, консилеры. Мои не мытые бьюти-блендеры, которые нужно помыть. Здесь все, что касательно глаз. Различные подводки. И моя любимая тоже для ресниц. В этой ячейке я положила всякое, потому что некуда было ложить. Здесь у меня нитка, пинцет и щетка для бровей. Сами понимаете, для чего. Здесь просто такой набор ниточек, если надо будет что-то зашить. И здесь такая шкатулочка, которую мне подарила бабушка очень много лет назад. У меня здесь всякая бижутерия. Здесь лежит моя бижутерия со всей моей жизни. Даже то, что я уже не использую, но я все равно все храню. Здесь, как вы понимаете, все для волос. И вот эти вот резинки, которые я уже растеряла и не знаю вообще где они. У меня осталась только одна и еще одна сейчас на мне. Вот эту мочалку я покупала на Алиэкспрессе для того, чтобы мыть посуду. Но в итоге она была неудобная. И я подумала, почему бы мне не мыть об нее кисточки. Очень такая неплохая мочалочка для того, чтобы хорошенечко вымывать кисти. Точилка для карандашей. Здесь у меня не поместилась никакая ячейка. Как вы видите, она слишком широкая. Поэтому у меня здесь осталось такое пустое место. Я решила сложить сюда такую косметику, которой я вообще не пользуюсь. Но мне не хочется пока что ее выбрасывать. Думаю, вам это знакомо. Это различные помады от Essence, которые я покупала много лет назад. И они все равно еще хорошие. И мне не хочется их выбрасывать. Ну а здесь у меня различные карандаши для губ и для глаз. В принципе, я их люблю, но использую не часто. Поэтому у меня здесь вот так вот они лежат в стороночке. А еще здесь у меня прячется яйцо от киндер-сюрприза. Думаю, вы догадались, что здесь есть. Это невидимки. А вот здесь я спрятала такую коробочку. А вот здесь у меня спрятана коробочка. И в ней силиконовые резиночки, которые уже пожелтели. Им 150 лет. Но они до сих пор не порвались и они работают. Поэтому я еще от них не избавилась. Так как я использую их не часто, они у меня прям в самом конце лежат. Вот так вот. Если у вас немного косметики, примерно столько, сколько у меня, то этот стол вам прям идеально подойдет. Переходим к ящику номер 2. Здесь вы сразу видите кучу всяких макарон. Думаю, вы знаете, что это за штукенции. Это для того, чтобы крутить себе волосы. Повязку, которую я тоже использую для того, чтобы делать локоны. И носочки, естественно. Я очень люблю накручивать волосы на носки. Думаю, вы уже знаете. Ну и остальное здесь различные резиночки для волос и платки, которые я уже давно не использую для волос. Но все равно жалко выкидывать. Здесь все самое необходимое. Это расчески, сухой шампунь, масла и сыворотки для волос. Сейчас использую вот такой вот от Айхерба. И уже заказала себе, когда закончится тот. Буду использовать вот этот тоже от Айхерба. Мне безумно понравилась эта фирма. Если вы ищете бюджетную сыворотку, чтобы давала салонный эффект, то я очень рекомендую. Тут у меня спрей для волос. Для того, чтобы мочить волосы, когда я их кручу. А вот здесь у меня все для маникюра. Потому что я до сих пор еще делаю себе обычный лак на ногах. Тут собрано все со всей моей жизни. Всякие стразики, блесточки, наклеечки. Здесь все необходимое для маникюра, ножницы, средства для снятия лака. И здесь стоит у меня также брызгалка для цветка. Потому что ее тоже негде поставить. Ну и в этой красивой новогодней коробочке у меня хранится все, что касательно гель-лака. Когда-то я занималась этим. И теперь я не знаю, что с этим делать. Потому что очень много красивых лаков, красивые оттенки. Но я больше этим не занимаюсь. Довольно вместительный ящик. Если для вас не важно, чтобы все было прям сильно организовано, можно сверху накинуть еще много чего. Кстати, если кто-то не понял, что это за жвачка Орби, то здесь у меня хранятся палочки ушные, также для ногтей. И самое главное, что у меня появилось на этом столе, это вот это зеркало, которое было цвета темного дерева. И мне это очень не понравилось, потому что, ну, как-то слишком контрастно с белым столом. Какой-то необычный цвет, который в магазине вы точно не встретите. И вот такую вот красоту я сделала. Его красила два дня. Тут, наверное, 100 слоев краски. Зеркало такое не слишком большое, оно среднее. Пока что зеркало у меня остается вот таким. Но через, надеюсь, месяц или меньше ко мне придут лампочки, которые клеятся на зеркало. Тут будет такая красота, я вам обещаю. Для меня как-то скучновато оставить просто зеркало без какого-то света. Потому что, в принципе, когда мы красимся, нам всегда мало света. Будет такой у меня голливудский уголок. Спустя несколько дней я поняла, что мне не понравилось, что здесь валяется куча лаков. Как-то смотрится они минималистично. И слишком много всего на столе. Поэтому посмотрите, что я решила сделать. Как раз сегодня 1 декабря. Такое уже новогоднее настроение. И я решила поместить сюда вот такую вот проволоку с огонечками. Получается какая-то такая воздушная клетка еще и с огонечками. Смотрится, мне кажется, потрясающе. Особенно вечером, когда темно. Мне кажется, это, конечно, результат. И все лаки, которые лежали там, я решила их бросить вот в такую коробочку. Думаю, что так намного лучше, потому что все вот это на столе выглядит как-то не очень эстетично. Сегодня мы собираем стул для туалетного столика. Вот такой вот белый стул. Сделан из двух частей. Вот так выглядит стул. Супер простой. Мне не очень понравилось, что здесь какие-то ямочки есть. Но это не важно. Тут ничего не регулируется. Супер обычный самый дешевый стул. Но зато по высоте он подходит идеально под мой столик. И на нем, в принципе, удобно сидеть. Он хорошо катается. Все отлично работает. Вот так будет удобно сидеть. И красится. Он не слишком большой. Его можно вот сюда задвинуть. И он не будет занимать место. И не будет мешать. Великолепно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok